Дорогие друзья, панкреатодиодональная резекция. Одна из самых сложных операций в абдоминальной хирургии, в абдоминальной хирургической онкологии. Она сложна и на резекционном этапе, и на реконструктивном этапе. Ее такая репутация обусловлена во многом частыми осложнениями, связанными с тем, что приходится делать медицин под желудочной железой, очень деликатным и чувствительным органом формировать властомоз с поджелудочной железой. Это всегда хрупкая зона. В развитии хирурга есть два абдоминальных хирурга, два серьезных этапа. Первый этап – это самостоятельная резекция желудка. Это как бы... Ну, после этого ты уже хирург. Ну и самостоятельная панкреатодиодональная резекция. Это ты уже очень хороший хирург. Сейчас, конечно, вмешательства есть и более масштабные, сложные. Это хирургия печени, абдоминальная, мистеральная хирургия с элементами сосудистой хирургии. Но традиционно это такая знаковая операция. Она, во-первых, выполняется чаще всего, как правило, по поводу опухоли галоке под желудочной железой. А ее локализация этой опухоли такова, уголоке под желудочной железы, что удалить ее невозможно без удаления 12-перстной кишки, без резекции желчевыводящего протока холедоха, без удаления как минимум третьей, а то и половины под желудочной железы, от близкое расположение к магистральным сосудам, в первую очередь в воротные вени, к верхнеприжечной вени, к верхнеприжечной артерии, к какой-то степени и к нижней полу, вени и кихаортия, к кишечевному стволу, приводит к тому, что хирургия таких новообразований при инфильтративном росте и распространении на эти структуры становится очень сложной и драматичной. Но она необходима без хирургического лечения рак под желудочной железы не излечить. Если все это предпринимается своевременно, квалифицированно, то шансы очень хорошие. Нам сегодня предстоит такая операция, но не по поводу рака под желудочной железы, а по поводу рака 90-перстной кишки. Это гораздо более редкая история. Во-первых, 90-перстная кишка – это отдел толки кишки, о том, как кишка поражается злокачественными опухолями. И опухолями вообще гораздо реже, чем желудок, и чем толстая кишка, и чем любые другие органы. Такую операцию сейчас мы будем выполнять женщине чуть старше 60 лет в онкологической клинике НИПС. Она обратила внимание на снижение уровня гемоглобина. Она является донором, очень часто сдаёт кровь для помощи больным и пострадавшим. И появилась какая-то слабость небольшая, немотивированная. При очередном контроле уровнем гемоглобина отметило его снижение. Выполнили азофагогастрогаоденоскопию выявленного образования, располагающуюся в нисходящей ветве 90-перстной кишки по идеальному контуру. Взяли геопсию, минифицировали аденокарциному, выполнили уточняющие исследования, учили эту томографию. И стало очевидно, что первым этапом необходимо выполнять хирургическое лечение. Вот этим не будем заниматься. Будет репортаж с операционной, с вашей помощью. Надеюсь помочь нашей дорогой пациентке. До встречи.